Тайный список Вернона Азенберга был обнаружен при очень странных обстоятельствах. Его нашел лаборант одного из немецких университетов в туалете. Папка была передана британским агентам Ми-6, а затем попала в США на стол главы управления стратегических служб Уильяма Донована. Благодаря этому списку просто немцы навели спецслужбы Запада на неких исследователей, которые в принципе, конечно, представляли неинтересно. Но как ценнейший список мог оказаться в столь неожиданном месте? Кто-то пытался его уничтожить? Или же была разыграна секретная операция по передаче данных? Но кто ее придумал? Сам Озенберг? Или кто-то отдал ему приказ? После битвы под Сталинградом они поняли, что война затронет и Европу. Это лишь дело времени. Они начали готовиться к послевоенной кампании по захвату контроля над Соединенными Штатами. Они отправили множество ученых, журналистов, экспертов по пропаганде в Южную Америку, Южную Африку и Соединенные Штаты. Им удалось совершить убийство президента Рузвельта и поставить на его место Трумэна. Им также удалось начать холодную войну. Эта группа пыталась установить новый мировой порядок. Президент Рузвельт действительно умер внезапно, в апреле 45-го года. Официальная версия – кровоизлияние в мозг. Так ли это на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Но вот факт. Его преемник Трумэн начал операцию «Скрепка», которая так удачно спасла тысячи нацистских ученых от нюрнбергского процесса и смертной казни. Конечно, список Озенберга после того, как был составлен, был представлен в рейхсканцелярию, конечно, на имя Гитлера. Но фактически этот список попал к Борману. Борман погиб в мае 45-го, успев переправить всю информацию. И главное – людей, которые станут мозговым центром и будут координировать работу немецких ученых на территории других стран. Генерал-полковник СС Каммлер, вот он владел этими наработками. Он исчез в неизвестном направлении. До сих пор никто не знает, где он, как выглядит. Есть три фотографии его 44-го года. Более о нем ничего не известно. Есть версии, что он ушел в Аргентину, есть версии, что он ушел в Соединенные Штаты Америки. Как бы то ни было, в США выверенные ученые быстро наладили работу и даже обзавелись очень полезными связями в самых верхах. Надо сказать, что немецкие ученые, в общем, очень хорошо спаялись со своими, как бы так сказать, американскими коллегами. Вот, например, в частности, Вернер фон Браун известен своей дружбой с директором ФБР Эдгаром Гулвером. Им была дана полная свобода действий. И первое время ученые радовали своих новых хозяев техническими прорывами. Так именно Вернер фон Браун чуть ли не с нуля создал американскую космическую программу. Заслуга, что американцы запустили свои ракеты в космос, вывели спутники искусственной земли, запустили первого человека, американца, в космос. Все это заслуга наработок этих документов именно фон Браун. Однако были у такого сотрудничества и большие минусы. Первым тревожным звонком был так называемый инцидент в Хуаресе. На одном из полигонов США проводились испытания модернизированной Фау-2 повышенного радиуса действия. Проект им руководил ученый из скрепки Эрнст Штайнхофф. Во время тренировочного полета ракета отклонилась от заданного курса и упала в районе города Хуарес в Мексике. Штайнхофф, который мог отдать приказ уничтожить ракету в полете, почему-то этого не сделал. Некому лейтенанту Джесселу было поручено проверить лояльность немцев, которые были привлечены к работе. И этот лейтенант, проведя допросы, написал заключение, что доверять им было бы самой грубой ошибкой. Однако им доверяли. Немецкие ученые тогда поняли, они могут продолжать заниматься собственными разработками. Не ставя ни НАСА, ни американское правительство в известность о своих планах. В это время и началась работа над созданием подземных военных баз, которые потом опутали весь мир. Немцы все равно расценивали американцев как своих врагов. Это совершенно четко. И из-за этого следуют очень многие инциденты технические, да, как бы там какие-то поломки и прочее, прочее. То есть то, что они вольно, невольно, но все-таки они саботировали американские военные программы. Они работали в первую очередь на возрождение Великой Германии. Немцы использовали технические возможности НАСА, чтобы продолжить исследования, начатые в Третьем Рейхе. Над чем работали лучшие умы Германии? Что за адскую машину они создавали? Я разговаривал с Кейл Розен, личной помощницей Вернера фон Брауна. Он не хотел умирать, не рассказав всей правды. Он рассказал ей, что существовал тайный заговор, чтобы тайное правительство могло контролировать всю планету. Тогда все взгляды были прикованы к космосу. Разве не это было идеальным прикрытием для других разработок, подземных? В 70-е годы в американской военной лаборатории в Лос-Аламосе был разработан очень интересный агрегат, проходческий комбайн, бур такой. Основное отличие от обычных проходческих комбайнов было то, что он в качестве генераторной установки использован большой ядерный реактор. Тот самый бур, с помощью которого, по мнению некоторых специалистов, и создаются подземные города. Но что любопытно, работа над этой фантастической машиной началась задолго до Второй мировой войны, и первопроходцем был русский ученый. Смотрите продолжение через минуту. Почему погиб русский гений, и кто доработал его секретный проект? Как США заполучили подземную лодку, и что за угроза таится внутри Земли? А также нацисты захватывают Америку. Секретное общество череп и кости. Как элита вершит судьбы мира? Шокирующие факты сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова